физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель сегодня я расскажу вам в очередной раз о лучшем упражнении прорабатывающим все тело сразу и целиком речь идет конечно же по становой тяги многие сейчас с умным видом будут бить себя пяткой в грудь крича о том что становая тяга якобы самое травмоопасное упражнение но это в корне неверное и глупое утверждение во-первых самое опасное это отсутствие каких-либо упражнений вообще и долгое сидение на пятой точке это сейчас вовсе не шутка самая настоящая правда я об этом постоянно и много говорю в своих видео и статьях грамотное технически идеальное выполнение упражнения гарантирует вас от риска получения любой травмы в том числе и при выполнении тяг но сделать это можно только при адекватных весах не работая в отказ а для развития силы как вы уже знаете отказы только вредят и мешают если кто не в теме смотрите мои видеоролики и статьи о развитии силы мы с вами как и большинство других людей посещающих тренажерные залы ради красоты и здоровья не являемся выступающими стронгменами кроссфитерами тяжелоатлетами пауэрлифтерами и даже бодибилдерами я специально привел именно такую последовательность ибо она показывает максимальный риск получения травмы в зависимости от вида спорта которым занимается человек но мы с вами приходим тренироваться ради других целей и поэтому можем и должны использовать любое упражнение себе во благо не только избегая травмы но и страху я себя благодаря любому упражнению от каких-либо проблем со здоровьем во всех вышеперечисленных видах спорта кроме бодибилдинга это крайне сложно сделать именно в момент соревнований а в стронгмене и кроссфите травму легко получить и во время самой тренировки бодибилдер в становой тяге может не опускаться ниже трех-пяти повторений при этом прогрессировать в массе и силе не доводя себя до отказа именно в этом упражнении никогда точно так же как и в приседаниях всегда оставляйте про запас 1 2 а то и 3 повторения кстати и силовики и тяжелоатлеты именно так и занимаются повторяюсь ибо отказ убивает рост силы но все они кроме билдеров вынуждены показывать максимум на соревнованиях отсюда и травмы отлично развитые мышцы спины конкретно мышцы расположенные вдоль позвоночника страхуют позвоночный столб от травм в момент если вы не сделали что-то неправильно выполняя то или иное движение будто на тренировке но чаще всего в жизни кстати больше всего травм поясницы происходит не от становой тяги от подъемов штанги на бицепс это статистический факт вернемся к становой тяги тем более сегодня я расскажу о варианте который увеличивает нагрузку на все мышцы тела от чего естественно повышается и отдача самого движения ведь будет задействовано 90 процентов всех скелетных мышц что еще может с этим сравниться и одновременно снизится риск получения травмы мы будем выполнять становые тяги но не с привычным олимпийским грифом а с модифицированным грифом для становой тяги разновидности которого сейчас очень и очень много самую распространенную вы видите сейчас на видео ролики но есть еще и варианты изогнутости когда гриф будет только с одной стороны вашего тела а спереди или сзади это уже кому как больше удобно или кому как нравится я уверен что большинство из вас видели такой гриф в зале на фото или на видео больше всего его используют таких видах спорта как американский футбол регби бейсбол баскетбол хоккей именно за его эффективность и безопасность по той причине что работать с ним более естественно и комфортно для нашего тела вот что пишет об этом самое авторитетное на данный момент издание в мире muscular development согласно топе nfl национальная футбольная лига и конкретно тренеру райан флайтери основателя си и оу из про лифтинг атлетис шестигранная бар тяга также известная как становая тяга шестигранным грифом самая лучшая и эффективная тяга которую вы можете делать так как она задействует 90 процентов скелетных мышц при максимуме усилий вот например руководитель men's fitness тренинг сенхайсон предлагает интенсивный курс как правильно выполнять это упражнение если вы только начинаете то имейте ввиду что в первую неделю вам следует выполнять несколько подходов для разогрева каждый из которых состоит из 8 повторений постепенно добавляя вес пока вы не достигнете такой нагрузки которая позволит вам делать только восемь повторений но при этом чтобы одно повторение оставалось в запасе на следующей неделе следуйте тому же процессу работая в шести повторениях седьмое в запасе на третьей неделе выполняйте четыре повторения следующие три недели работаете по максимуму в семи пяти и трех повторениях и вы заметите как резко увеличится ваша сила и скорость технические особенности выполнения те же что и при становой тяги с олимпийским грифом единственное что легче будет удерживать гриф в естественном безопасном и комфортном для вас состоянии ибо вы будете находиться как бы внутри самого грифа руки при этом будут не перед собой как при работе с обычным грифом а по бокам что и позволяет сделать самое эффективное упражнение еще более результативным но и что более значимо безопасным вот конкретные рекомендации по выполнению движения от американских тренеров встаньте поставьте ноги шире плеч отведите ваши бедра назад чтобы взять штангу при этом сгибая колени ваша поясница должна быть прямой возьмитесь за рукоятки грифа посередине сустав среднего пальца следует расположить у центра грифа разведите колени в стороны сделайте глубокий вдох напрягите мышцы пресса ваша грудная клетка должна быть направлена вперед а глаза сфокусированы на точке на полу которая находится в нескольких футах от вас втяните шею как будто вы делаете двойной подбородок в тот момент как только вы начнете поднимать штангу вверх упритесь ногами в пол как будто вы хотите его продавить встаньте сжимая ягодичные мышцы по мере того и в то время как закрывается ваш тазобедренный сустав будьте осторожны и не наклоняйтесь назад не толкайте таз слишком далеко вперед что приведет к чрезмерному разгибанию вашей пояснице держите вашу спину прямой когда опускаете гриф вы можете бросить его но контролируйте путь движения вниз в принципе вы можете полностью отказаться от олимпийского грифа в пользу шестигранного как вы видите все очень просто и соответствует всем тем рекомендациям что я давал вам ранее в своих статьях и видео касательно данного движения не форсируйте свои результаты не в повторениях не весе штанги сосредоточьтесь на технике особенно если вы никогда раньше по каким-то причинам не выполняли становых тяг смело начинайте работать с этим грифом соблюдая все рекомендации касательно техники подходов и рабочих весов это касается как парней так и девушек и вы будете прогрессировать гораздо быстрее без риска получения травмы не забывайте о супер профилактике и лечении проблем с поясничным отделом позвоночника в виде гиперэкстензии не путать с экстензиями спины хотя оба варианта важны только тренажер гиперэкстензия действует на позвоночник декомпрессионно все остальные упражнения и наша жизнедеятельность воздействуют на позвонки только компрессионно делайте выводы сами станок гиперэкстензия изобрел великий пауэрлифтер луи симмонс после получения травмы врачи как всегда говорили о невозможности тренироваться дальше но это неприемлемо для большинства из нас и благодаря этому упражнению луи вернулся в большой спорт и продолжал ставить рекорд за рекордом а сел он после травмы в инвалидное кресло и врачи прогнозировали что он даже не сможет ходить друзья все зависит от нашей с вами силы воли я уже не раз писал и говорил об этом своих видео скоро сделаю очередное видео об этом и видео обращение для владельцев фитнес-клубов и тренажерных залов чтобы в каждом уважающим себя зале появился этот самый необходимый тренажер не пропустите я не нуждаюсь в лайках или подписках своих соц сетях и на канале тоже друзья вы знаете что все что я делаю ради этого я даже не зарабатываю этим но сделать репост вы просто обязаны ради своих друзей и близких или даже незнакомых вам людей чтобы все мы тренировались грамотно без травм и как можно дольше а желательно постоянно я сам владелец тренажерных залов и в каждом из них я в первую очередь устанавливаю станки для гипер и простых экстензий ибо сам прошел через страшные боли и пустое лечение у врачей пока сам не взялся за себя и не вернулся благодаря этим упражнениям и своей гимнастике из йоги к приседам и тягам за 200 килограмм я всегда стараюсь дать вам возможно максимальную информацию четко чтобы вы ее понимали и осознавали что к чему чтобы вы могли самостоятельно составлять для себя программы тренировок и питания не пропустите скоро на канале очередное супер видео информацию из которого вы не получите больше нигде информация о мышцах самое первое о чем нужно знать понимать осознавать в мышечной системе перед тем как переходить уже к пониманию и классификации мышечных волокон следите изучайте не пропускайте а